И снова здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на связи такая внеплановая рубрика о том, как помочь себе, если у вас болят ноги. И эту тему сейчас раскроет великолепная девушка, боди-уокер, массажист с большим стажем и просто специалист по оздоровлению организма Светлана Юсупова. Меня часто спрашивают о том, что делать, действительно, если болят ноги. Потому что чем старше мы становимся, тем это, ну, практически каждый, если не первый, то второй точно спрашивает об этом. У меня лично были ноги, я к себе уже обращался. И поскольку есть утверждение, что старость начинается с ног и говорят о том, что берегите, пожалуйста, свои ноги. Вот. Все знают о том, что надо беречь, но мало знают, как. И не знают, что же делать в этом случае, когда действительно боль подступает. А в основном люди начинают что-либо с собой делать, когда наступает боль. Потому что пока не болит, люди считают себя здоровыми. Громный грянет, мозг не перекрестится. У нас так все поступают. Потому что у меня тоже звонит подруга, говорит, слушай, я раньше вставала, спрыгивала с постели, а сейчас, говорит, пока расходишься, пока ноги придут в какой-то тонус. Вот. Или в конце дня ноги кажутся свинцовыми. Ну, в общем, мало, ну, полно ситуаций, когда ноги, наконец, начинают, так сказать, просить у человека, уделить себе внимание. Вот. А по сути, как я еще раз повторюсь, любая болезнь, это разговор Всевышнего с нами, значит, надо что-то менять в образе мышления, в образе жизни. Это сигналы. Да. И, в первую очередь, то, что можно сделать на физическом плане, это, как правило, образ питания, образ, там, водный баланс, это движение, есть оно или нету. Это даже вплоть до общения с людьми все влияет. Вот. С какими людьми вы общаетесь? Если с позитивными, то будьте бодрее и здоровее. Светлана, смотри, давай поконкретнее, потому что вот более же... Я сейчас уйду в философию, да. Да, более же бывают разные. Вот я, например, работаю массажистом целый день, стою, у меня болят вены. Ну, хотя, говорят, вены, они не могут болеть, да? Но что-то там, видимо, другое болит. Кроме того, у людей бывает, там накапливается молочная кислота, мочевина, там что-то еще, соли, так, от сахарного диабета. Назовем это все токсины и шлаки, так называемые, да? Да. Вот так. Вот обобщим. Ну, обобщим. И вот есть ли один способ такой, ну, может, не панацея, но от всего? Или сейчас мы будем разделять по группам, по категориям? Я бы предложила несколько вариантов, то, что я в основном советую. Это самые такие универсальные и действенные и простые в применении способы. Так, это как раз интересно. Потому что в основном, ну, я уж не говорю про то, что надо провести там комплекс мер по изменению образа жизни, питанию, движению, мышлению и прочим вещам. Самое простое, что, допустим, очень часто вы сидите. Многие сидят за телевизором, но чаще за компьютером. Как я говорю, элементарно, люди, ну, не поленитесь, возьмите тазик, а лучше ведро, налейте туда воды теплой и насыпьте туда соли. Элементарно. Соли, можно туда добавить соды, то есть надо создать щелочную среду. То есть пока вы работаете за компьютером, уже можете себе помочь. Да, вы работаете и ноги работают, и соль работает, то есть ощелачивает. Это такой местный способ, как бы опустить ноги в море, в природную щелочную среду. Создать море себе под столом. Значит, надо взять соль из мёртвого моря, да? Не обязательно. Вообще, вот это тоже всё, происки рекламы. Можно взять морскую соль, она дороже стоит. Элементарно, берёте соль, крупную, поваренную, стоит она, по-моему, 6 рублей. Первого помола, грубого, вот, который раньше капусту солили. Ну, там пачечка полкилограмма, что ли, да? Ну, вот килограммовую пачку, ну, скажем так, если, ну, килограмм соли я сыплю в основном на ванну. Здесь достаточно, ну, горсти 3, ну, 5 хотите, этой соли. Горсти 3 достаточно. Можно добавить туда же, там, пару горстей соды. Ну, правильно, щелочная среда даже сода же должна быть. Да, за то время, ну, просто соль, это природная ощелачиватель, да? Сода, она усиливает эффект. Поэтому, если сильно болят ноги, ну, добавьте туда сода ещё. Хуже не будет. Так, записывайте, на один тазик 3 горсти, да? Да, 3 горсти соли, можно 3, можно 1, в общем, что есть. Ну, я слышал, что тут максимум не повредит, можно больше, можно целую пачку высыпать. Пачку всё-таки, ну, не надо резко. Если вы этого никогда не делали, я всё-таки за такой постепенный подход. Пусть это будет 3 горсти соли и 1 горсть соды, к примеру. А то шлаки на что-то выходить будут больные. Ну, чего не надо бояться, вы не пересолитесь, вы не осодитесь резко. Вот, как я говорю, все вот эти токсины и шлаки, они, как я делаю вывод, да, то есть, исходя из того, что вот рекомендация по ощелачиванию и действенный способ, все токсины и соли имеют, так называемый, положительный заряд. А соль и сода имеют отрицательные. И так вот, по принципу аккумулятора происходит такое вот взаимодействие, что токсины выходят, вымывают, так сказать, вот, щелочь вымывает эти... Может быть, это совсем по-банальному, я сказала. Про процесс конвекции какой-то идёт, да? Да, по принципу аккумулятора. То есть, это просто для понимания, не вдаваясь в все там физико-биологические, химические процессы. То есть, через кожу выходят, получается, так? Ну, по сути, да. Если вы при этом ещё чуть-чуть помассируете, или у кого-то есть ванночки вот эти вот для стоп, которые они ещё вибрируют, пузырьки пускают, ну, супер. Тогда ещё лучше. Нет, подожди, а я же такие ванночки туда ставишь, они говорят, какой-то электролиз начинается, и прям вода темнеет. Это другой момент. Это лимфо... Там есть масса программ, лимфоочистительные. Ну, там как бы тоже с электричеством, просто надо аккуратненько. Здесь элементарно. Мы берём, если у вас нету ничего, ни этого, о господи, дребезжащего вибротренажёра, вибротренажёра, а этой ванночки для ног. Ну, нету, к примеру. Берёте обычный тазик или ветро, наливаете туда. Значит, температура воды какая должна быть? Температура... Чуть теплее температура тела, да? Должна быть комфортно. Ну, где-то градусов 40, хорошо. 50. Вот, 40, ну, 50 выдержите нормально. Вот, по ощущениям. Можно с собой поставить рядом, так сказать, господи, чайник с кипятком, да, если что, просто чуть-чуть подливать. Должно быть комфортно, тепло, не холодно. Вот, и держите ноги там столько, сколько сидите, подливаете и смотрите телевизор или работаете за компьютером. Рядом вот так же приготовьте полотенчика, чтобы потом безболезненно вытащили ножки, поставили их уже на сухое, обтёрли, и не надо было никуда бежать с мокрыми ногами. Вот, это первый момент. И что, и что, усталость сойдёт, да, вот, после первого раза? Да. Или что, какой? То есть, это можно делать регулярно, каждый вечер, я так понимаю, да, после работы? Можно делать каждый вечер, можно делать несколько раз на дне. Так вот, просто не забывайте, записывайте себе, наук сломатывайте. Ключевое слово делать. 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 Главное, делайте. Да. И все простые вещи почему-то сложно выполняются. Именно потому, что они простые. Второй момент. Что ещё можно сделать? Есть ли некогда сидеть с этими ванночками? Берёте элементарно в миску, из расчёта 3 столовые ложки на литр воды. Получается, ну, грубо говоря, почти 10% раствор соли. Тоже тёплая, почти горячая вода. Берёте шерстяные, желательно, носки толстые или махровые, без разницы. Окунаете туда, в эту солевую среду. Можно туда соды также добавить. Отжимаете, чтобы не капало. Надеваете на ноги. Далее. Заматываете полотенцем. Не надо полиэтиленом. Не надо. Не нужен компресс. Нужно, чтобы они дышали. То есть полотенцем или там чем? Простынью. Заматываете и ложитесь спать в этом. На всю ночь. На всю ночь. И ваши ножки будут ночью также ощелачиваться, выводить токсины, дышать. И вы встанете утром с лёгкими ногами. Чудесный способ. Ну я согласен, да. Учитывая то, что вообще у нас у всех при нашей экологии питание организм слишком закисленный, то выщелачивание по-любому будет полезно. И на этом остановимся. Это все способы, да, вот с этим связанные? Ну и ещё один способ по товарищу нашему любимому Нил Мавакину и Ягулову. Это можно пить соду. Я её пью по утрам. У нас это уже такая традиция. Первым делом просыпаемся и пьём соду. Я, честно говоря, раньше к соде очень относилась так скептически, потому что у меня есть свой способ ещё ощелачивания, вот, который, ну, это отдельная тема. Вот. Если брать соду, ну, рекомендация идёт такая. Чайная ложка без верха соды. Заливаете полстаканом кипятка, чтобы она шикнула, вот, погасили. И полстакана я доливаю обычной воды комнатной температуры. Как раз получается где-то градусов 40, там, 45. То есть её нужно пить горячую и пить натощак. Подожди, подожди. Ты сначала в горячую мешаешь соду, а потом доливаешь, чтобы... Обычной воды, да. После того размешается, она там прошипит немножко, да? Да, да. А, и потом... И потом выпиваем. Вот. После этого, спустя 30-40 минут, можно уже приступать к завтраку. Вот. Я после стакана соды ещё запиваю стаканом обычной воды. Или если я накануне был какой-нибудь банкет, то я пью 2 стакана соды. Потому что единственное надо учесть, если вам куда-то надо бежать на работу, надо учитывать, что поначалу сода даёт такой слабительный эффект. Поэтому надо быть готовым, что если что, надо где-то в течение часа, так сказать, быть рядом с белым другом. Вот. Зато организм очищается, и всё чудесно происходит. Если пить в течение дня, её можно пить до 6 раз. До 6 раз, это если прям, ну, какая-то серьёзная болезнь, я не знаю, любая серьёзная болезнь, будь то связана с температурой или ещё что-то, можно до 6 раз в день пить, но тут основное правило. После того, как попил соду, первое, начинаем есть не раньше, чем через 30-40 минут. И после еды, если вы собираетесь пить соду, должно пройти не менее 2-х часов. Вот и получается, каждые 3 часа мы пьём соду. Попили, грубо говоря, через 40 минут поели, сколько, 20-30 минут едим, через 2 часа можно уже снова пить соду, и вот каждые 3 часа, ну, вот, пожалуйста, достаточно. В общем, друзья, тут есть 2 очень простых правила, которые нужно, и очень просто их соблюсти. Дело в том, что многие врачи будут против такого способа, скажут, там, ой, там язву себе заработаешь, там что-то сожжёшь желудок. На самом деле, всего лишь нужно это делать натощак, первое правило. И второе правило, вода должна быть подогрета, желательно от 40 до 60 градусов, да? Ну, где-то так. В этом диапазоне. И тогда вы себе не повредите, она достаточно быстро впитывается желудком, прямо вот он её просит. А нам действительно этого не хватает, и я вам скажу на собственном опыте, я такой же способ применял для себя, проделывал, и вот многие говорят, там, вот, пигментные пятна у меня выступили на коже, и даже сыпь была такая вот. Я ходил к дерматологу, они говорят, ну, это вот, там, от природы, это такое, или возраст, да, или от солнца, там, тебе нажарило чего-то. Ну, это желчь такая. Да, а по сути, да, это у нас лимфа не справляется с тем, что не может вывести вот все наши нечистоты из организма, ну, сокращенно, шлаки, обычным способом, поэтому она это выводит через кожу. И когда я пропил вот такой курс, ну, это даже не курс был, я просто постоянно пил, там, месяц-два, и вы представляете, прошло, все пигментные пятна прошли на коже, и вот эта сыпь, она тоже ушла. Да, проходит очень много заболеваний, которые внутри нас также образуются, и мы их, может быть, внешне не видим, но я поддерживаю, способ действительно очень хороший. Более подробно можно посмотреть, там, видеоролики Агулова, например, да, или Неумывакина. Про это, ну, это такая сейчас не то, что модная тенденция, тренд, да, а это… Да, я бы сказала, необходимость просто. Это необходимость, да, в нашей жизни это просто нужно всем. Многие спрашивают просто, как часто пить эту соду. Ну, я знаю людей, которые 20 лет пьют, и с ними всё нормально. Я просто за то, что… Я делаю перерывы иногда. Допустим, я месяц пью, потом неделю не пью. Или две недели пью, неделю не пью. Но так, чтобы организм понял это, нужно какое-то время. Как правило, это в среднем 21 день. Вот вы 21 день пропили, неделю сделали перерыв. Ещё 21 день пропили, посмотрели, как организм реагирует, как он… Что происходит, убираются ли пигментные пятна, убираются ли папилломы. Папилломы отсыхают, отваливаются в основном. Кератомы с ними то же самое. Они подсыхают и начинают рассыпаться. Ну, вот, то есть пигментация уходит, улучшается цвет кожи, фактура кожи. То есть, такой некий омолаживающий эффект происходит. Поэтому решать вам. Перестальце к кишечнику улучшается тоже по себе. Вот, как бы это чувствую прямо. Ну, опыт у тебя сколько уже? Года два, да? Три? Конкретно с содой? С содой, да. Ну, с содой, да, года три я. Вот видите, прекрасный цветущий человек со здоровым цветом кожи. К сожалению, у нас камера не сможет передать полностью все вот оттенки. То есть, аспекты. Да, этого. Но, по крайней мере, обязательно вам рекомендую прислушиваться к этим нашим советам. Сода и соль с горячей теплой водой вам будут в помощь. И для ног, и для всего организма. И простое, действенное, народное. Дешевое. Дешевое. Не надо таблеток, не надо врачей. Все у вас будет отлично. Им это не понравится. Да, им это даже не говорится, не понравится. Но, это средство работает. Просто делайте все грамотно и ключевое слово делайте. Делайте. А мы вас любим и прощаемся с вами. Пока-пока.